Добрый день, мои подписчики, с вами на связи опять Сейн-Томас. Мы на паромной переправе движемся в сторону острова Сейн-Джон. То есть вот мы уже на пароме, буквально 3 минуты назад паром отпустил. Время движения в пути будет порядка 30 минут. Конечно же я постараюсь предоставить вам информацию гораздо быстрее и рассказать вам о основных моментах переправы на пароме с острова Сейн-Томас на остров Сейн-Джон. То есть вот вдали, вы видите, мы удаляемся от паромной переправы, от ДОКа. Въезд на территорию переправы стоил 3 доллара, то есть это так называемый государственный налог, который мы заплатили за факт въезда на территорию переправы. И смотрите, какая замечательная тут лазурная вода. Вот мы и отправились и плывем на пароме с острова Сейн-Томас на жемчужину Американских и Тернинских островов. Остров Сейн-Джон. Вон он у вас впереди. По поводу переправы. Сейчас в декабре 2018 года. Расписание достаточно гибкое. Паромы входят один раз в час. То есть две компании-перевозчика, два компании-перевозчика. И примерно они отправляются оттуда каждый час. То есть самый ранний паром начинается в 7 часов утра, самый поздний в 7 часов вечера. Это если вы будете добираться с Сейн-Джона на Сейн-Томас. И вот такие вот прекрасные природные ландшафты вы можете здесь увидеть. По стоимости, по стоимости, сколько в один конец, я не помню. Вроде бы в районе 30 или 32 долларов за машину. То есть вы не платите за количество пассажиров у вас в машине, вы платите за факт одного автомобиля. То есть вообще, как бы по правилам, все пассажиры должны находиться в машинах, нельзя выходить. Но здесь нам разрешили выйти и понаслаждаться прелестями окружающей природы. И вот, кстати, вы там видите вдалеке, там розовый. Это так называемый самый дорогой отель острова Сейн-Томаса. Называется он Рид Карлос. И там цены начинаются от 500, от 600 долларов за сутки. Вот так выглядит прекрасная кухня, с которой отправляется паром на переправу. Как я и сказал, в пути мы будем 30 минут. Вот. А, и по стоимости. По стоимости в две стороны. В две стороны переезда на паром на переправе машина 50 долларов. Опять же, расписание достаточно гибкое. Паром идет через каждый час. То есть, если мы учитываем, что две разные компании осуществляют перевозки, то это получается одна и та же компания, периодичность 2 часа. То есть, час идет одна компания, следующий час другая. То есть, примерно с 7 часов утра и заканчивается последним 7 часов вечером. Как нам сказали, в 5 часов вечера очень busy. И поэтому, как бы, опять же, когда вы едете, как бы, в две стороны сразу платите, вы привязаны, сразу привязываетесь к какой-то определенной компании. И поэтому, как бы, когда уже будете возвращаться с острова Сейн Джон на остров Сейн Том, Томас, периодичность будет 2 часа. Вот. Но, опять же, если, как бы, ситуация оплаты и факт оплаты для вас не является проблемой, то тогда, как бы, вы можете заплатить в одну сторону и назад оплатить заново и быть более, как бы, гибкими в своем расписании. В этом случае, примерно где-то через каждый час вы можете погрузиться на такой паром. Паромы, на самом деле, небольшие. Я могу вам показать. То есть, они вмещают, ну, наверное, где-то машин до 20 машин, я думаю. Ну, и, как правило, ездит очень много грузовиков. Вот, видите, там острова. Вон, видите, кстати, отель, возле которого мы находимся. Сейчас посмотрим, будет ли виден наш Маргарит Гриль. Это вот такие вот замечательные пейзажи, то есть, открываются здесь. И вот, как бы, я немножко захватываю вам южную часть острова Сейн Томаса. То есть, как бы, место, где находится достаточно много хороших и дорогих отелей. И, как бы, ну, можете, как бы, оценить и можете прикинуть, как бы, насколько это лучше северная часть острова Сейн Томаса. И насколько, может быть, это лучше, лучше, чем островная часть острова Сейн Томаса. Вот, по нахождению здесь уже более трех дней у меня складывается впечатление, что наш отель, это все-таки самый идеальный вариант, потому что он находится на восточном побережье, он находится вблизи от всех других прекрасных пляжей, куда, в принципе, можно и прогуляться, даже не арендовав такси и не арендовав машину, можно делать это пешком, потому что, единственное, да, тяжело будет добираться до Мэджинс Бэй, это, вообще, северная часть острова Сейн Томаса, и поэтому, как бы, ну, туда, как говорится, на такси, либо на арендованной машине. И, кстати, вот у нас все еще по левую сторону находится Сейн Томас. Вот, видите, тут, в принципе, он очень неугловатый, я бы сказала, как разбросан разными выступами во Карибское море. И, как бы, береговая линия очень здесь неровная, в южной стороне, так называемая южная-восточная и южно-восточная часть Сейн Томаса. Вот, много разных мысов, много разных ходов, и нас понемногу начинает качать. Мы плывем на пароме, и нас раскачивает, и большая достаточно волна интересная. И вот так вот выглядит Сейн Томас самого парома. Вверху летит вертолет, следит за тем, что-то, наверное, что я спрыгивал за парома, и контролирует, как бы, передвижение. Но, хочу сказать, что не такая уж и качка большая вот, но покачивает нам хорошо. И вот мы с вами смотрим на удаляющийся остров Сейн Томас. Один из островов американских Виргинских островов. И, опять же, повторюсь, самый населенный остров американских Виргинских островов. Около 60 тысяч постоянно проживаются в этом острове. И вот, а это, как бы, южная граница этого острова. Как я вам сказал, множество бухт, береговая линия очень изрезана. Вот, а и уже, как бы, совсем тут близко, совсем недалеко, совсем впереди от нас уже виднеется Сейн Томас. То есть, как я вам говорил, по движению буквально 30 минут. Сейчас я вам сделаю небольшую экскурсию, небольшой обзор по самому парому. Как я сказал, что паром не очень большой. Он вмещает максимум до 20 автомобилей. Вот. И нас немножечко покатывает, покачивает. Так что, прошу прощения за такие неувязки. И вот, вы видите, там необитаемые острова. Все, это необитаемые острова. Это часть американских Виргинских островов тоже, но они необитаемые. Вот, смотрите, впереди мы уже приближаемся на жемчужину. Жемчужина американских островов. Остров Сейн Джон. На самом деле, очень много великолепных пунктов, много живописных пейзажей. Вода лазурная, вода чистая. Много жителей подводного мира. Черепашки живые, разные коралловые рыбки, кораллы. Все это на Сейн Джоне. Вот. Вообще не рекомендуют путешествовать по Сейн Джону на машине, если не 4 ведущих колеса. То есть, очень сильная рекомендация для всех, кто приезжает на Сейн Джон на автомобиле, чтобы было 4 ведущих колеса. Потому что, на самом деле, там очень крутые дороги. Вот. Мы планируем сегодня посетить бухту Транк. Считается номер 5 пляжем на Карибских островах, на Карибском побережье. Это бухта. Мы ради этого только едем на Сейн Джон, чтобы посмотреть на этот пляж, прочувствовать на себе, получить кучу положительных эмоций и понимать, как выглядит эта бухта и в чем заключается ее великолепие. То есть, на самом деле, недалеко от этого бухты Транк-бэй, недалеко от пляжа находятся старинные развалины, старинные руины. Также являются частью достопримечательности именно этого острова и непосредственно Транк-бэй этой бухты. И всех туристов, всех туристов с лайнера везут на эту бухту, на Транк-бэй. И поэтому эта бухта считается очень людной. Много там людей. И как альтернативу, многие советуют посещать совсем рядом лежащую бухту. Называется она Цинамон-бэй. Вот. Буквально в 10-15 минут ходьбы от Транк-бэй. То есть, если будет у нас возможность, я постараюсь отснять вам эти две бухты. Волна приличная машины. Обдает водой впереди. Давайте посмотрим на это. Ого-го. Немножко, как говорится, сезонный слабонер. Транк-бэй. вот такой замечательный вид открывается с парома на необитаемые острова, которые являются частью американских островов, которые лежат севернее и параллельно приправе между островом Сейнт-Томас, как я вам сказал, и островом Сейн-Джон. Ну и я буду примерно в твоей пути с вами. Вот как одна из особенностей, хочу отметить название населённых рук, то есть на Сейнт-Томасе населённых рук, с которого отправляется паром, называется Рэдпул. Мы прибываем на остров Сейнт-Джон, и там город будет называться Сейнт-Крус. Вообще небольшой город, но там как бы очень много туристов прибывает, и как говорится, это крупная точка на остров, поэтому достаточно живёт на населённый рук. Но паромная приправа называется немножечко по-другому, но паром называется Сейнт-Крус, а приправа, не помню, как называется, вот, Альбинский, и там, у кого, вот, интересно, оставьте комментарий, я посмотрю. Это наш канал, который называется, с нами, паромная приправа, который приправает грузовой пункт. То есть, опять же, мы движемся на грузовом пароме, есть возможность двигаться на пассажирском пароме, там цены немножечко другие, но мы передвигаемся в 4-4, и поэтому в принципе, что на то и получается. То есть, мы заплатили 50 долларов, вы будете передвигаться на пассажирском пароме, там 4 доллара за ребёнка в предке две страны, вот, и, по-моему, словом, «предка» около 16 долларов в предке страны, то есть, билет, по-моему, дорогой дорогой. То есть, если бы мы ехали в пассажирском пароме, вот, то это посылало, там, по-моему, где-то в 38-м, при акаде 40 долларов, так, как было телепенциация автомобиля. Но, опять же, не забываем, что, как-то добраться до «Рэдбуха», вот, «Аватанис», где-то добраться до какой-то «буды» и как-то же «вкусное место» на «Сейнджор». Поэтому, как машина, это хорошая альтернатива, но, опять же, хочу делать акцент на этом всем, но я советую именно брать джип, например, «Джип-банклер», где 4-м, 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 3-м колёса, но вы не сможете везде достоевать, поэтому мы будем рисковать, мы будем, как бы, двигаться, мы по всему острову сегодня делаем путешествие, и мы поедем только немножечко забывать север и северо-западную часть острова Сейнджор, и это, как-то, максимум 2-м, потому что 5 часов, у нас возможность вернуться, будет 3 часа, будет вернуться, возможно, 5 часов, и все, ничего, что я вижу, что вы видели, может быть, распределиться, но у нас была врата 7 часов, а нет, поэтому, как бы, вот такая вот ситуация, когда дорога едет, и вариант, например, продал, который работает, потому что у нас 20 маршрут сюда, поэтому, остальные факторы, что наша автобиета, у нас сейчас, мы используем расходы, у нас 11, по 1.17, по 1.18 годы, и вот рядышком ее, как-то катер сопровождает на всех, понимаем, И мы с вами уже приближаемся к Сен-Джоу. На этом я буду завершать весь отчет. Хочу, чтобы хватило времени, чтобы отснять замечательное путь, замечательное место на полной стране Сен-Джо, которая является жемчужиной американской ферлицей островов. Но, опять же, я говорю, что там буквально метра 2, 3, 4 это уже будет граница с британскими островами, поэтому, как бы, хотя он является одной из удаленных точек удаленных. Это если мы на штабе, то мы тоже будем встречать. И там, где будет удобно-поробная переправа, работает эта, другая компания, и они вот так вот, хотя это тоже какой-то ответ, я думаю, большой вопросчик, где надо ответить. Спасибо, что смотрите за моими отчетами с этой жемчужиной нашего сынового шара. Вот. И если у кого-то есть какие-то вопросы, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой блог, будет вам приказано быть интересным, мы будем посещать с вами самые недоступные, самые изысканные и самые экзотические пизда на американские острова и во время наших художественных. До скорых встреч и с нетерпением жду новых мест, чтобы с вами поделиться этими приятными событиями, этими приятными путями.